Здравствуйте, друзья! Вопросик зачитываю. Меня зовут Алжас. Я из города Астаны Казахской Республики. Давно подписан на ваш канал и мне он очень нравится. Всегда актуальные темы и интересная подача информации. Вместе с тем хотел задать свой вопрос. Подскажите, пожалуйста, как мне поступить? Я с детства постоянно что-то придумывал, что-то изобретал, делал. Самолеты, вертолеты, подводные лодки, различные датчики. Вот и на работе запустил простую, но удобную для коллег систему документа оборота. После поездки в Японию собрал деньги, нанял хороших программистов, нашел, повезло, и создал свой небольшой сайт с нехитрым алгоритмом оперативной передачи файлов, презентаций и лекций. Люди пользуются, но пока не монетизировал, думаю позже, когда соберу необходимое количество. И вот недавно, разбираясь, копаясь, в своем последнем сайте наткнулся на очень интересную идею. Фотомессенджер. Это не аналог существующих, он проще и, думаю, интереснее, и самое главное, он решает определенные задачи. После недолгих раздумий провел небольшой опросик среди знакомой школьной и студенческой молодежи. И они не сказали супер, как всегда бывает, когда что-то показываешь, а искренне удивляясь, спрашивали, а где его можно скачать? В настоящее время я до сих пор в поиске команды программистов, ментора и, конечно же, инвестиций. Ведь если делаешь продукт, то необходимы и долгосрочные планы. Вот как у нас тут получается. Ну, поговорим. Значит, что мы можем, друзья, сказать нашему изобретателю? Тут есть два аспекта, которые я считаю правильно различать и не смешивать. Значит, аспект первый состоит в том, что у нас есть изобретательный, деятельный такой человек, что само по себе представляет как бы большую ценность. Потому что не так много людей изобретательных, деятельных, которые что-то собирают, запускают, оно у них там жужжит там и так далее. Второй аспект, я бы так даже сказал, не безумно связанный с первым. Состоит в том, чтобы на идеях, на изобретениях зарабатывать деньги. Вообще зарабатывание денег это как бы отдельный совершенно мир, непонятный со стороны людям, которые там куют кувалдой или даже изобретают там что-нибудь, потому что им кажется, что изобрети они что-нибудь хорошее или там на куй они кувалдой лучше всякого доктора наук, который там в белом халате ходит. И вроде бы деньги должны быть, а денег нету. Понимаете? А там совершенно другой мир. Вот. И очень многие фишечки должны в этом пазле сойтись вместе, чтобы и изобретатель был, и денежка была, и польза какая-то людям там и так далее, и так далее. Это все очень-очень непростая штука. Поэтому что можно сказать? Если человек изобретательный, он может потихонечку развиваться в сторону, допустим, бизнеса, бизнес-аспекта этого всего. Где брать деньги? Как сделать это привлекательным для инвестора? Как понять вообще, стоило ли этим заниматься? Какие-то люди что-то увидели и сказали, а где это можно даунлоднуть, там, допустим, да? Значит ли это, что за, там, 25 центов они все равно согласятся даунлоднуть? Значит ли это, что есть, там, 100 тысяч даунлодов по 25 центов в день в течение, там, ближайших трех лет, на которые мы можем рассчитывать? И пошло, и поехало, и так далее. Поэтому очень много всего. Кроме того, люди, которые дают деньги, вот инвесторы. Инвесторы смотрят на способность предприятия принести прибыль. И какая бы гениальная идея у человека не была, значит мысль такая, а этот человек, вот с его пониманием жизни, с его командой, с его амбициями, может быть, чрезмерными, а может быть, наоборот, никакими. Он вообще в состоянии дойти до денег? Или он где-то вот куда-то свернет, отвернет и, в общем, или он такой творческий, что ему важна только идея? Или он такой жадный, что он никогда ни с кем не договорится и всегда будет только судиться? Или еще что-то, понимаете? Или он не в состоянии в команде работать? Вот. Поэтому общение с миром инвесторов, использование денег. Допустим, тебе даже дали денег. Вот пришел какой-то человек, знаете, и говорит, вот тебе чемодан там, я не знаю, там 200 тысяч долларов. Делай, что хочешь, вот над своим изобретением работай. Еще не факт, чтобы в состоянии потратить эти 200 тысяч. Понимаете, другой человек, может быть, на 30 тысяч больше произведет, чем вы на 200. У вас же опыт-то нулевой. Понимаете? Очень трудно ходить с идеей и говорить, дайте мне денег. При том, что у тебя опыт нулевой во всем, кроме этой идеи. А сама по себе идея денег не дает. И я неоднократно ссылался на вот эту мульку, но много-много лет назад, скажем так, 40 лет назад почти, я когда в КБ начал работать, и мы там так или иначе столкнулись с изобретательской деятельностью, и я вот слушал лекцию, и я тогда прямо аж подпрыгнул на стуле от ужаса, потому что лектор говорит, что только 10% достойных внедрения идей будут реально внедрены. Возможности общества, человечества таковы, что мы не можем внедрить больше 10% того, что реально заслуживает внедрения. Вот тебе судьба изобретателя. Понимаете? Поэтому, что ж тут сказать? Так это было 40 лет назад, а сейчас, представляете, что творится? Поэтому у него есть какой-то веб-сайт, он его еще не монетизировал. Ну попробуй монетизировать, может быть там и нет денег, может быть там никогда не будет денег, может быть там будет 50 долларов в месяц, это максимум того, что с него можно там монетизировать, но это же не важно. Важно, что у тебя появился опыт создания сайта, опыт монетизации. Ты начал вдруг понимать то, чего ты не понимал раньше, то, что якорем у тебя висело на обеих ногах и не давало тебе следующий шаг сделать. Поэтому, значит, если ты изобретатель, если ты инноватор, если тебя распирает от всяких идей и так далее, значит где-то оно произойдет, если ты будешь потихонечку лучше и лучше и лучше понимать, что ты делаешь, в какие процессы ты вовлечен, какие люди тебе нужны, без которых ты не можешь пойти дальше, не можешь ни с кем договориться, не можешь получить деньги и так далее. Без того, чтобы ты понимал, сколько реально там твоих денег. Вот придут люди и говорят, хорошо, мы даем тебе это, 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 там, твоих 10 процентов, а 90 нам, потому что мы все принесли. А таких, как ты, с идеями много. И нам надо выбрать одного из десяти с достойными внедрениями идеями. Мы тебе даем 10 процентов. Вы можете сказать, нет, никогда, я хочу 85, они скажут, ну, хоти. Я, как один из, так сказать, возможных сценариев, я не то, что там наезжаю или, не дай бог. Я просто говорю, что надо расти в понимании тех аспектов бизнеса, которые вовлечены в бизнес. Вы же хотите бизнес? Сначала начинается с идеи, у меня есть идея, а заканчивается с тем, я-то хочу бизнес. Разбирайся в бизнесе. С идеями ты уже разобрался, молодец, у тебя есть хорошие технические идеи. А теперь разбирайся, как с этого бизнес делать. Когда-то нас снимала здесь ТВЦ. Приезжала такая команда здесь. Съемки шли в подвале у меня, в бейсменте моего дома. Они-то что-то нас там снимали. Если вы поищите на ТВЦ у меня, на канале вы увидите этот сюжет. И потом таки, да, показали. Вы знаете, это редкий случай, потому что меня снимали очень много. И для канала «Россия», и еще что-то снимали. Никогда никто ничего не показал. Меня всегда вырезали из их передач. Я как-то не вписываюсь в образ ностальгирующего по березкам эмигранта. В общем, и тут показали. И там показали паренька одного. Паренек, значит, с нехитрой, в общем-то, идейкой. Идейка в том, что вот если сфотографировать предмет, ну там авторучку. Там с нескольких позиций, я не помню, там с восьми. То дальше можно сделать так вот как-то вот, что как бы предмет крутится. Вот ты хочешь купить, хочешь на него посмотреть. И он у тебя на веб-сайте начинает крутиться, вертеться во всех направлениях. Если ты там сделаешь вот правильных вот этих там восемь фотографий. И вот он это придумал. И дальше он там рассказывал. Это было, мы с ним были в одной передаче. Я почему про него знаю, что мы оказались в одной передаче. Поскольку я передачу посмотрел, то я и про паренька узнал. Вот. И, понимаете, не бог весь, какая инновация. Но прикладная, правильно? Это вот все, кто чего-то в онлайне продают. И все хотят, чтобы человек мог посмотреть там на вещичку. Они говорили, мы там за доллар будем делать вот туда-сюда. У него была такая идея в тот момент. И я не знаю, чем это кончилось. Но я помню, что мы однажды здесь были в инкубаторе для стартапов. Там какое-то мероприятие было. Ну, мы иногда ходим там по делам. И встретили там, вот их там встретили. И, оказывается, они уже инвестиции здесь получили. Уже в Америке, уже получили там какие-то деньги. Я не знаю, какие. Ну, наверное, такие, как хотели получить. Вот и все. Но это же, понимаете, мало иметь идейку красивую. Она не сложная идейка. Но это же надо довести до ума. Это же надо, чтобы тебе денег дали. Вот тут все начинается. Понимаете? Так что я желаю успеха молодому человеку из Астаны. Олжас его зовут. Вот. Чтобы у него все сложилось. Чтобы все эти недостающие элементы пазла сложились. И чтоб все получилось. Счастливо.